Йоу-йоу! Всем большой привет! Ребята, вы попали в хижину музыканта и с вами Раиль Арсланов его несменный руководитель Сегодня будем менять струны на классической гитаре то есть будем устанавливать нейлоновые струны с лесточкой на простую китайскую классическую гитару то есть покажу, как заменить струны на классической гитаре чтобы все было чики-пуки, ничего не вылетало, не отцеплялось и сидел долго, и строй не плавал, в общем Ну что делаем? Для начала, конечно же, нужно снять старые струны Если у вас есть кулка ворот, то вам было бы удобнее все это делать но у меня его с собой нет, так что я вручную все это дело начинаю откручивать Смотрите, чтобы струны начинали вот так сильно болтаться и дребезжать Это значит, что вы крутите в правильную сторону Так банально скажем Просто есть люди, которые, не знаю, открутка струны происходит или натяжка Ну кто вообще в физике не разбирается Ну давайте я теперь откручу до конца, а потом продолжим видео Друзья, прежде чем все открутим, посмотрите сначала, каким вот идеально красивым образом и надежным были завязаны струны в прошлый раз То есть все струны заведены под нашу подставочку Каждая струна обмотана вокруг себя не менее двух раз Даже толстые струны, кстати, обмотаны так Но этого не требует, как показывает практика Вот таким вот образом, если что, можете даже запомнить и сами попробовать намутить такие же узелки, ребята Ну а я теперь до конца откручиваю и начинаю завязку новых струн Друзья, как же Друзья, смотрю на этой гитаре Уже струны почернели аж Это уже точно верный признак того, что струны пора менять Смотрим, что наверху они еще сохранили золотую оплетку А вот здесь, где чаще всего пришлось зажимать Струны уже черные Это уже явный признак менять То есть она стала шершавой, негладкой И поэтому ваши пальцы будут сильнее стираться То есть будут быстрее появляться мозоли Ну, вы скажете, как часто менять все-таки струны нейлоновые И вообще любые струны Конечно же, это зависит от того, как часто вы играете Если вы играете там в неделю раз То, пожалуй, можно ей менять раз в три месяца Четыре Но вы явно не заметите, как яркость звучания ваших струн пропадет То есть это все будет происходить у вас медленнее Через три месяца точно уж яркость пройдет Струн, да, звонкость, свежесть Струи начнет немножечко плавать Звук станет не таким ясным Звонким, ярким Вот тогда уже менять надо будет Но кто играет редко Этот процесс сразу не заметит А кто вот довольно часто играет Ну, каждый день То явно может заметить данный процесс Коррозии Потери звука Яркости, четкости И если вы играете очень часто То советую, наверное, уже через месяц поменять Ну, например, концертирующие гитаристы Они, например, перед каждым концертом меняют струны И это, я думаю, нормально Если завязывать правильным узелком То все будет держаться в строе и в порядке Ну, я открутил струны Теперь осталось все это вытащить И мы уже давайте начнем установку простых струн Я купил простые струны, нейлоновые В среднем ценовом диапазоне Поэтому все нормально Ничего сверхъестественного Друзья, первый этап пройден Я снял струны Осталось теперь простой чистой тряпочкой Протереть всю гитару От пыли От всяких жирных остатков От ваших пальцев, которые выходят От вашего пота От всего нужно избавиться Ну, друзья, и самое важное Это, конечно же, протереть гриф Потому что на нем Именно на нем Остается больше всего грязи От ваших пальцев То есть Так же Вот ваш Грязь от пальцев Вы же не всегда моете руки Перед тем, как сесть за гитару Точнее, может, некоторые Вообще не моют, друзья Простой чистой тряпочкой Нужно избавиться от Остатков Грязи А если у вас есть деньги Можете скинуться на лимонное масло Друзья Покупайте в обычном магазине За 200-300 рублей И мажете вот таким образом Между Между ладами Растираете тряпочкой И все То есть гриф питает данную влагу И лимонное масло Будет полезным для Этого дерева Только сюда мажьте Другие места Не следует этого делать Все, в общем, протерли Теперь начинаем Установку наших струн Друзья С чего начать Установку всех струн? Ну С какой струны, вернее Снизу ли, сверху ли? Я обычно делаю как? Натягиваю шестую Потом первую Потом пятую Потом вторую Ну, чтобы баланс был Конечно, это не влияет Для таких гитар То есть Гриф не скривится Там ничего не произойдет А вот если у вас Советская старая гитара То Ну На гитарах, которых Ходит Гриф в ходуном То лучше, конечно Поочередно Ставить струны Чтобы баланс Соблюдался Берем в руки Шестую струну Она у меня Посеребряная Как я помню Посеребряная Должна быть Но лучше всего Друзья Покупать С бронзовой Оплеткой Она намного Дольше сохранит Яркое И Отчетливое Звучание Чем Посеребряный Потому что Он Явно Быстро потускнеет Но зато Очень мягкий И приятный Звук будет В начале Итак, поехали Шестая струна Здесь мягкая часть Чуть-чуть Продеваем В отверстие Для шестой Струны Друзья Аккуратненько Оставляем Где-то Шесть Шесть Сантиметров Вполне Достаточно И Начинаем Проводить Эту струну Вокруг Нашей Струны Вот таким Образом Да Взяли В форму И дальше Последний Этап Это Конечно же Продеть Струну Уже Сбоку Нашей Подставки Вот сюда Продеваем Все Затягиваем Чтобы Форму И упругость Взяла струна Чуть-чуть Смотрите Лежком Взял Запас Слишком большой Но можно было Толстую струну Еще один раз Сверху Обмотать Но для Толстых струн Это Не важно Потому что Они так шершавые Они держатся Хорошо Такой вот Один Одна Обмотка Всегда хватает Вполне Оставляйте длину Ну Можно чуть короче Чем у меня Но Чтобы длина Была не такой Короткой Если будет Очень короткая Она может Выглядеть Просто-напросто Ну и все Дальше Передвигаемся К началу Нашей гитары Головки И дальше Смотрите Намотку струны Начинаем Таким вот образом Делаем таким образом Чтобы струна Наматывалась Сверху То есть Мы сейчас Начнем Крутить Колки Есть вариант Что струна Пойдет Снизу Наматываться Есть сверху Вот нужно Постараться Сделать Сверху Друзья Здесь упруг Держим Чтобы внизу Ничего не Разматывалось Чуть-чуть Просунули Все равно Натянем Ну вот Примерно Столько И начинаем Смотрите Я начал Крутить Сверху Так Возьмем Даже Чуть-чуть Уже форму Взяла Чуть-чуть форму Наш колок Уже взял И отлично Дальше Крутим Смотрите Все Сколько витков Раз, два, три, четыре Четыре витка И уже струна Натянулась По сути Смотрите Чтобы все Ничего не вылетело Придерживайте пальцы Чуть-чуть Натянем И оставим В таком состоянии Дальше берем Первую струну И тоже натягиваем Первая струна First string Первая струна Она очень мягкая Поэтому Намотку здесь Будем делать Чуть больше Больше Круговых движений Нужно будет сделать Чтобы она Не вылетела Кстати еще Знаете что делают На конце Струны Завязывают узел Чтобы уж наверняка Струна не вылетела Можете попробовать Но сегодня Я его не буду Показывать Как-нибудь В следующий раз Если что Так Поехали Продеваем Струну Берем Также запас Ну наверное Там 7 сантиметров 8 Чтобы побольше Витков сделать Вот Взяли да Дальше Продеваем Под струну Натягиваем Натягиваем Снова Чуть больше Взял Дальше Сверху струны Один разок Да И еще один разочек Нужно Продеть Под струной И уже Остаток струны Постать Да ребята Это смешно Конечно Получилось Очень много Практически На всю подставку Где вот Стоят струны Получилось Нужно чуть меньше Друзья Давно Нелон не натягивал На глаз Только посмотрел В общем Обязательно Чтобы Конец струны Был сбоку Нашего Нашей подставки И Вот это тоже Неплохо Друзья Потом Мы когда будем Наматывать Вторую струну Мы ее Оставим Вместе со Второй струной И она точно Не вылетит В общем Смотрите Вот два утилка Получилось Все отлично Если что Может даже отрезать Дальше Снова Передвигаемся К головке Грифа Хорошенько Натяните Чтобы внизу Лишнего пространства Не осталось Дальше Также продеваем Струну В колок И Чуть-чуть Взяв запас Начинаем Накручивать Сначала Дайте Пусть Струна Возьмет Форму То есть Не давите Слишком Сильно На себя Не тяните Окей Смотрите Все пошло Уже дальше Можно натягивать Ага Осторожно Струна Выходит Смотрите Друзья Мы только что Намотали Уже два узела Что я вам Хочу посоветовать Перед тем Как продолжим Крутить Можно вот этот Кончик Да Пока он Этот еще Ну поддается Диформации Чуть-чуть Вытащу Согнуть И просунуть Смотрите Смотрите Вот здесь у нас есть Один слой Вот В то же отверстие Нужно просунуть Рядом С Первым узелком Только с другой стороны От От Того Как мы в первый раз Просунули И получается Очень Сильный И Непробиваемый Узел То есть Мы просунули В это Отверстие В ушко Два раза Наш кончик струны Только Между Этими Два раза Мы Оставили еще Струну То есть Первый слой Он остается Внутри Посмотрите Вот он То есть Между двумя Концами Струн У нас Имеется Посередка Еще Первая намотка Ну Первый слой Струны Это очень Очень Даже интересно Дальше Продолжаем Намотку Струны Чтобы сверху Все шло Очень Интересный Прием Друзья Который Помогает Держать Строй Сильнее И не нужно Ничего Отрезать То есть Просунули И он Крепче Будет Держаться Заколки Заколок В данном Случа Вот и все Уже струна Натянулась Друзья Знаете что Я только что Хотел натянуть Пятую струну Что по очереди Но я Это сейчас Делать не буду Знаете почему Все потому Что я хочу вам Показать Как вот эти Концовки Просунуть В вышестоящие Струны То есть Как мы будем Это делать Если мы уже Шестую Закинули А пятую Под шестую Уже не закинешь Но зато Можно вот Первую Просунуть Под вторую Струну И так далее Вверх По струнам По толщине струн То есть Можно поставить Шестую И первую А потом уже Подряд Ставить Но там уже Без разницы Особой Дальше Продеваем Во второе Отверстие Нашу струну Вытаскиваем В этот раз Давайте Перестрахуемся И не будем Брать слишком Большой запас Сразу же Смотрите Возьмем Первую струну И Поставим Ее на вторую Чтобы мы Во время Намотки Узла Оставили Внутри Узла Первую Струну То есть Кончик Первой Струны Возьмем Чуть Чуть Вот Столько Да Дальше Прокручиваем Ее Вокруг Нашей Струны В этот раз Получается Даже Меньше Дальше Сверху Струны Продеваем Как сделать Чтобы вам Видно было Вот таким Образом Да Первый Узел Есть Второй Раз Продеваем Вот Сюда Хорошо Ловим Поймали Да И Все Два Узла Есть Теперь Этот Кончик Также Закладываем Сбоку Нашей Подставки И Натягиваем Друзья И все Первая Струна То есть Кончик Первой Струны Остается В западне Второй Вообще Круто Да Также Также Можно Будет Сделать И со Второй Когда Будем Ставить Третью Струну Но У нас Слишком Длинной Получилась Первая Струна И Поэтому Мы Ее Будем Каждый Раз Вставлять Под Каждую Верхнюю Струну Друзья Также Натянем Вторую Струну Одной Фишечкой Чтобы Строй Держался Прямо Вах И Струны Не Плыли Продеваем Оставляем Чуть Чуть Запасик И Сильно Не Натягивайте Начинаем Крутить Так Чтобы Струна Ложилась Сверху Колка Смотрите Второй Узел Есть Сильно Не Тяните Все равно Они Мягкие Вылететь Могут Да Смотрите Дальше Крутим Пока Наша Головочка Не Появится Конец Струны Вот он Появился Да Давайте Сделаем Нашу Фишку Что Для этого Нужно Нужно Согнуть Конец Струны Вот он Так Вот он Да Сгибаем И Просовываем Внутрь Чтобы Реально Можно Было Просунуть Кончик Струны Снова Внутрь Отверстие Нужно Оставить Чуть Побольше Друзья Запас Я Специально Вытащил Чуть Чуть Убавил Обороты Потому что Очень Маленький Кончик Его Согнуть Невозможно Было Смотрите Дальше Фишка Какая Вот Первый Узел Мы его Пододвигаем Прямо Под Не под А сверху Нашей Дырки И Кончик Просовываем Тоже В эту Дырку Но уже За Первым Слоем Струны Вот сюда Да И Ну конечно Его до конца Толкаем И получается Смотрите Ребята Первая Намотка Струны То есть Первый Слой Остается Сверху Отверстие Между Двумя Кончиками Струн Вот Мы его Продели Отлично Теперь Теперь Начинаем Намотку Кончик Остался Внутри По сути Два раза Внутри Отверстия Вот такая Фишечка Которая Поможет Держать Строй Лучше Друзья Пробуйте Так же Сделать На своей Гитаре И все Будет Отлично Нилоновые Струны Они не такие Длинные Как железные Поэтому Намотка Произойдет Очень быстро Слой За слоем Накручиваем И вуаля Все ложится Как надо Натягивание Происходит Быстро Установка Закончена Ну что Друзья Продолжаем У меня В руке Третья Струна Продеваем Она Еще толще Становится Эта струна Продеваем Так Чтобы Две Два Кончика Первой И второй Струны Остались Сверху Этой Струны Вот таким Образом Чтобы мы Могли Ее Ну Замотать Внутрь Нашего Узла Дальше Опять таки Вокруг Струны Проводим Запас Нужен Друзья Здесь Потому что Тоже нужно Сделать Двойную Намотку Запас Побольше Берите Есть Положили Да Дальше Сверху Продеваем Раз Первый Узел Есть Дальше Также Продолжаем Продеваем Сверху Вот И Сразу Можно Его Кинуть За Борт То есть Вот Сюда Сбоку Нашей Подставки Все Смотрите Первая Вторая Струна Остались Под Нашим Узлом Третьей Струны Отлично Они Вообще Не будут Плавать Вот здесь Поднажимайте Чтобы Не осталось Лишней Волны Лишнего Воздуха Пространства Все Должно Быть Упруго Все Отлично Дальше Переходим Головки Грифа И начинаем Намотку Третьей Струны Окей Первый Оборот Есть Дальше Крутим Нужен Второй Оборот Второй Появляется Друзья Мы Снова Подошли К Этапу Завязки Смотрите У нас Есть Два Слоя Первый Слой Я Подвел Под Ушко Ну Отверстие И Кончик Нашей Струны Просу Внутрь Нашей Дырки Только внутри Между двумя Этими Кончиками Оставил Первый Узел Да Третья Струна Довольно Толстая Поэтому Пришлось Помучиться Чтобы Просунуть И дальше Я уже Кончик До конца Содвигаю И все Вот такое Вот чудо Получается Наш Маленький Секрет Как Сделать Удержание Струн Более Точным Так Все Отлично Видите Она чуть-чуть Криво легла Из-за того Что Она довольно Толстая Пришлось Там Чуть-чуть Помучиться Чтобы ее Просунуть Ну дальше Уже По Принципу Которому Я вас Учил Уже Крутим Струны То есть Намотка Происходит Сверху Колка Отлично Все Чуть-чуть Натянули Оставили Все в норме Натягиваем Четвертую Струну Друзья Продолжаем Установку Струн Теперь Я взял В руки Четвертую Струну И его Начинаю Продевать Кстати Друзья На старом Канале Я уже Записывал Видео Как установить Нейлоновые Струны На классическую Гитару Но там Я показал Везде На всех Первых Трех Даже Струнах Вот такой Вот узел Как завязать Такой Вот простой Узел Но он Не очень Надежен Для первых Трех Струн То есть Он может Способ Завязки И наверху Мы тоже Завязали Секретным Способом Чтобы Прям уж Крепко Накрепко Строй Держался И струны Были На своих Местах Друзья Не забудьте Перед началом Натягивания Положить Кончики Прежних Струн Но На Новую Струну Вот я Положил Кончик Первой И третьей Струны И дальше Взял Запас Дальше Провожу От себя Струну Есть Первый Узел И дальше Уже Опять Таки Также Сбоку Сбоку Подставки Провожу Струну При этом Внизу Остаются Еще Кончики Прежних Струн И Натягиваю Хорошенько При этом Оставляю Кончик Струны Сбоку Подставки Здесь У меня Уже Куча Образовалась Вот тут Четвертая Струна Вон там Кончик Третий И первый Натягиваю Хорошенько Надавлю Дальше Кончик Четвертой Струны Продеваем Вот В Крайний Колок Верхний Сюда Берем Небольшой Запас Опять-таки Держим И начинаем Намотку Сверху Друзья Сверху Чтобы струна Шла Вот так Сверху Все струны Чтобы так Шли Вот она Пошла Быстро Накручиваем Пальчики Правой руки Постепенно Расслабляем Чтобы намотка Шла Но не сильно Расслабляем Чтобы прям Разбалтывалась Наматываемая Струна Все упруго Она должна Ложиться Друг за другом Все слои Должны идти Продели Пятую струну Над Пятой струной У меня остаются Кончики Четвертой Второй И третьей Струны Их мы все Оставим Под Внутри Пятого узла Пятой струны Дальше Опять таки Ну давайте По часовой Ну точнее От себя Начинаем Закрутку струны Таким образом Все Прежние струны У нас остаются Внизу Под узлом Прикольно Да И нужно Продеть Пятую струну Туда же Сбоку Подставки Его еще Поймать Нужно В этом В огромном Количестве Кончиков Струн Переборщил Я конечно Ребята С длиной Согласен Переборщил Тут у меня В одной Куче Аж Четыре Кончика Струны Просунули Чуть-чуть Оставили Пространство Ну можно Даже Очень мало Оставить Потому что Шестая струна Пятая струна Четвертая Ну басовая Они и так Короткие Смотрите Можно вот так Сделать Оставить Первую намотку Сверху Сверху Кончика Чтобы крепче Держалась Для этого Нужно Прямо Около Ушка Все Слои Наматывать И все До конца Крутим И будет Вам счастье И мы же Подошли К концу Нашего ролика К концу Нашей установки Друзья Надеюсь У вас все Так же Получилось Сделать Пишите Свои Комментарии Что Какие там Казусы Были Неудобства Как вам Данный способ Завес Осталось Только настроить Теперь Гитару И дать Ей Отстояться Чтобы Струны Растянулись Строить Чуть Попадал Потом Заново Настройте Через минут 15-20-30 И уже Можете Играть Ну Ребята Пишите Свои Комментарии Как вам Такая Вот Моя Установка Нилоновых Струн На классическую Гитару Если вам Все Понравилось Ставьте Лайки Если хотите Такие же Обучающие Уроки Связанные С гитарой Если хотите Действительно Ребята Если хотите Ставьте лайк Набираем 800 лайков Выходит Следующий Какой-нибудь Обучающий Материал Связанный С гитарой Друзья Ну конечно же Не забывайте Подписываться На наш Добрый Музыкальный Канал Под названием Хижина Музыканта Я буду Продолжать Радовать вас Хорошими Роликами Хорошими Каверами Разборами Новых Топовых Песен Новыми Обучающими Материалами Все Это будет Ребята Нужно Всего лишь Подписаться Это Бесплатно Ничего не стоит Просто нажать На кнопочку Ну и Следующий Я хотел бы Донести До вас Ребята Одну Новость У меня Сейчас Камера Находится В починке Сейчас Снимаю На Кэнон Только Это не мой Кэнон А Кэнон Однокурсницы Поэтому Вот такая Вот проблемка Если хотите Помочь Собрать Средства На ремонт Моей камеры Кэнон 550D Ребята Заходите В описании Под видео Там есть Ссылочки На Вебмани Можете Оставить Рубль Или два В общем Чем сможете Тем Поможете Друзья Заранее Выражаю Огромную Благодарность Вам Спасибо Что Вы Есть Не забывайте Заходить В группу Вконтакте А также В инстаграм Я тоже Там Есть До скорых Встреч Пока